Одесса, 19 ноября 2022 года. Ночь с 18 на 19 ноября в Одессе проходит спокойно напряженно. Сигналов воздушной тревоги, канонады работы ПВО и ракетных обстрелов в Одессе и области не было, но я хочу, ребята, сразу сказать, что я записываю ролик в начало первого ночи 19 числа, потому что мне дали свет где-то в полдвенадцатого ночи 18. И пока есть свет и слава богу работает интернет, я записываю этот ролик. Сразу хочу ответить тем упоротым, больным, фашистским ордынским ублюдкам, которые пишут, что я все сочиняю, я все придумываю. Я озвучиваю только официальные цифры, ничего я не придумываю, и ничего не сочиняю. Если у вас дегенератов ордынских не работает просто элементарное логическое мышление, то вы просто дебилы. Почему? Давайте разбирать ситуацию конкретно. Если бы у вас на фронтах все было замечательно и хорошо, как говорит ваш этот идиот Коношенков, скажите, у вас бы объявляли мобилизацию? Нет, наверное. О чем это говорит, когда у вас объявили мобилизацию? О том, что в принципе здесь воевала ваша профессиональная армия, которые стягивали со всей орды в Украину. Если объявили мобилизацию, значит этой армии больше нет. Потери колоссальные, поэтому объявили у вас мобилизацию. Второе. Если уже снимаю с хранения танки Т-62, переделывают их, это танки 60-х годов выпуска, 60-х годов разработки, и отправляют в Украину на фронт, это говорит о том, что современных танков у вас нет. А почему их нет? Да потому, что мы их уничтожили. Я не собираюсь никого из вас, сволочей, откровенно фашистских, уговаривать верить тому, что я говорю. Это ваше личное дело. Верить или нет. Но то, что вы не понимаете, что происходит, я в этом уверен на 100%. А происходит то, что несмотря на весь этот ваш напыщенный пафос, ваша армия терпит одно поражение за другим. И самое главное, что я хочу сказать о положении с энергообеспечением в Украине. Ситуация достаточно непроста, я бы сказал достаточно сложная и тяжелая. У меня вот свет дают на 4-5 часов в сутки. В течение 7-10 дней ситуацию обещают улучшить и выйти просто на контролированные регулярные отключения света. То есть будет какой-то график, из которого будет понятно, по каким часам у вас будет электроэнергия. Еще раз хочу сказать, что ситуация в энергетике очень сложная и тяжелая. Сегодня были озвучены цифры, что фашистская путинская орда уничтожила 50% нашей электроэнергетики. И это происходит по причине того, что фашистско-путинская орда не может победить нас на поле боя. Поэтому она хочет разрушить наше государство именно со стороны нашей энергетики, нашей экономики. Также не могу не сказать о том факте, что сегодня в Одессе в нескольких районах города люди вышли на молчаливые и спокойные акции протеста против отключения электроэнергии. Жители отдельных районов этим просто хотят обратить внимание, что у них в домах нету света сутками. С этими людьми надо спокойно и терпеливо работать и объяснять им просто, когда будут сделаны графики по планному включению и отключению электроэнергии. Просто людям надо четко понимать, на что они могут рассчитывать, а на что нет, и как строить дальше свои планы и свою дальнейшую жизнь. В бытовом плане, конечно. Вот такой вот ролик эмоциональный, немножко спонтанный у меня получился, но я считаю, что я затронул все темы острые, которые есть на сегодняшний момент. Примите слова самой искренней благодарности за ваши сердечные, добрые, дружеские комментарии в адрес моего замечательного города и моей любимой Родины. Моим дорогим соотечественникам и землякам, несмотря ни на что, я желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга, всем самого наилучшего, самого доброго и даст Бог! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok